Благовещенский храм Брянска в этом году отмечают первый юбилей, пять лет со дня основания. Дом Божий был воссоздан на фундаменте своего предшественника, одноименного трехпрестольного храма. Место, где стоит церковь, историческое. Неподалеку расположен Чашин-Курган, первое поселение людей, вокруг которого вырос город. Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы и День представления святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, митрополит Брянский Исевский Александр посетил Благовещенский храм Брянска и совершил там божественную литургию. Благодатный праздник, самый такой великий, как говорят, девица даже косу плести не должна в этот праздник. С 16 века это место известно как село Городище. Сначала здесь был деревянный храм, и только на рубеже 19-20 веков его сменил каменный. Храм закрыли в богоборческие времена, а в 1971 вообще разрушили, разобрав настрой материалы. Но духовная связь с прежним храмом сохраняется и сегодня. Местные жители и прихожане из других районов стараются посещать уже новый храм, построенный на месте прежней церкви. Первый раз я его посещаю, но видела неоднократно, да, так сложилось, что первый раз. Видела его неоднократно, конечно, украшает, украшает. Ну и да, и возрождает как-то духовность и, естественно, достопримечательность этого района. Также в этот день отмечалась память святителя Тихона, патриарха Московского. Святитель Тихон, память которого мы сегодня с вами прославляем, его избрали патриархом, когда революционеры обстреливали Кремль. Он знал, что его ожидали мученичества, постоянно преследовали, постоянно в чем-то обвиняли, судили и хотели даже казнить. И только защита представителей домов, в частности, английского дома, королевского дома и других, защитили святителя Тихона и от того, чтобы его обрекли на смерть. И до последнего издыхания никакой злобы не было, ненависти к своим мучителям. Была вот эта радость, о которой церковь призывает благовестить и радость им, великую радость. Вот к этой радости, дорогие братья и сестры, должны по мере нашей веры, и мы с вами стремиться. По традиции, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы Владыка Александр с духовенством и детьми выпустил с крыльца храма в небо голубей, символизирующих благую весть о рождении Спасителя, которую Архангел Гавриил принес Пресвятой Деве Марии.